Благодарность за то, что мы живы, за то, что мы сидим сегодня здесь, в тепле и уюте театра. Так Михаил Рощин начинает свою пьесу «Эшелон». Это посвящение матерям, посвящение женщинам. Его воплотил на сцене режиссер Владимир Чернядев, выпускник мастерской Товстоногова, поставивший десятки спектаклей не только в России, но и за рубежом. Владимир Константинович, здравствуйте. Здравствуйте, Дашенька. Каждый режиссер, когда начинает работать над той или иной постановкой, ищет главное. Вот что самое важное в этом спектакле и почему ваш выбор пал именно на «Эшелон Рощина»? Сегодня надо спасать, мне кажется, душу, потому что я не могу понять сегодняшнего зрителя. Настолько зачерствело, настолько все куда-то ушло из души в область, какую-то рацию, коммерции, я не знаю, каких-то дальних прицелов, занять посты руководителей, они чиновничество, вот туда хотят. И все, что касается искусства, в той же степени куда-то упало и пробивает только то, что пробивать проще всего. Оно не задевает, не задевает за живое. И вот мне показалось, что именно эта пьеса, именно поэтому сегодня должна прозвучать, потому что автор, написавший ее, написал, будучи мальчиком, он свою историю своей мамы рассказывает. Это человек, который прожил, прошел через это, человеком того времени, и написал ее, как человек того времени, и обращался он в то время к людям своего поколения, то есть 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е. Но материал этот настолько емкий по своему эмоциональному состоянию, составляющий, что мне кажется, сегодня пробудить в людях сочувствие, сострадание, это главная задача, сверхзадача моя. Хотелось бы узнать больше о героях этого спектакля, кто они, какие образы. Вы правильно сказали, это женщины, это женщины, которые... Героини тогда спектакли. Героини, они там все героини, там 15 человек на сцене, пьеса выписана таким образом, что там нельзя назвать, это эпизод, а это не эпизод, они все главные. Ты уезжал на фронт, был солнечный день, ты думаешь, все такое стало, а ничего нет, не дал, не нашего дома. А как ты вернешься, а нас нет. Я знаю также, что в постановке принимают участие немало детей. Вообще сложно было с ними работать? Вот вы как-то... Мне вообще всегда сложно с детьми, потому что я хочу сразу результаты, а к ним нужен какой-то другой подход. Я никогда с детьми не работал, и в самодеятельности не работал. Но они, я им ничего не рассказывал в общем-то о пьесе, но они все время на репетициях, они слышат, и они потихоньку-потихоньку начинают адекватно существовать. Волей-неволей их затягивает сюжет, потому что они понимают, про что играть. Ну, то есть они понимали, что это велика отечественная война? Сразу нет. Но постепенно с репетициями, но я, конечно, рассказывал им какие-то элементарные вещи, которые, может быть, даже и не доходили до них. Ну, что я буду рассказывать им про велика отечественную войну мальчику в 6 лет. Если он увидел в самолете, там, в реквизите, он тянется к самолету и хочет бегать и летать. Он я так и сделал. Он и бегает, и летает, и воздушную тревогу, и орет. Да, но постепенно-постепенно они стали тоже ансамблем каким-то, и достаточно убедительно работали. Литературных, музыкальных и кинопроизведений о Великой Отечественной войне множество, и после прочтения или просмотра остаются абсолютно разные чувства. А вот с какими чувствами вы бы, как режиссер, хотели, чтобы зрители после этого спектакля выходили из зала? Я хочу, чтобы это было. Вы спрашиваете, чего бы мне хотелось? Чтобы он заставил подумать и задуматься, что это невероятно сегодня, если что-то произойдет вот в нашей стране. Вот эти трагедии, они должны заставить подумать и больше думать, чем, так сказать, чем просто слушать, видеть разное. Ваши дипломные спектакли, которые вы поставили 40 лет назад, он был по повести Бориса Васильева в списках, не значился, да. Что-то изменилось, ваши взгляды поменялись с тех пор? Вы знаете, там было живее и ближе к войне. Это было действительно давно, уже лет 40 назад. И тогда, во-первых, это было ближе к зрителю, потому что еще ветераны эти все были, даже из Брятской крепости, про которую там речь идет. И на спектакле сидели люди, которые потом плакали, люди, которые это прошли. Один человек вообще был в Брестской крепости. Он не читал этого произведения, он пришел, сидел, и вдруг он увидел, увидел все то, через что он прошел. Это было близко одно к другому. У меня же отношение было не столь обостренное, потому что, да, я дитя войны, после, я в 45-м году родился, после войны с Романом. Для меня не это было главное в жизни, у меня была впереди вся жизнь, а это уже все, это мама с папой, там, бережно. Сегодня, как это ни странно, как далеко я от той войны, я ощущаю, как вы говорите, через прочитанное, увиденное, осмысленное, гораздо острее. Наверное, нет в России, пожалуй, ни одной семьи, которая не коснулась та Великая Отечественная война. И расскажите, может быть, историю, кто из ваших родственников воевал? Ну, вот сейчас будет смешно уже, парадоксально. Мой дядька погиб там на первой или второй неделе в Брестской крепости. Ну да, но это совпадение, просто я говорю про списках не значилось, это не имеет отношения к эшелону. К эшелону Рощина имеет другое отношение. Моя мама, которая ехала в эвакуацию, с первым мужем, он погиб тоже, кстати, ну, не мой родственник, но через мою семью погиб тоже на войне. Она ехала с трехлетним моим сегодня несуществующим братиком, и он, ехали во Фрунзе в эвакуацию, наверное, в таком же вот, да, он к концу, он заболел там, менингитом, они ехали два месяца, и 3-4 дня осталось, да уже его не спасли, он умер прямо в поезде. Вот, пожалуйста, это просто, ну, просто перекличка с тем, что здесь вот происходит. Владимир Константинович, спасибо вам большое, я вас поздравляю с этим большим праздником, Днем Победы. Пождайте вас, это вам ответит тем же. Спасибо большое. Всем нашим зрителям и всем людям моей страны.